Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и я расскажу вам о главных новостях Ленинского района. Служебные итоги за прошедший год подвели в Управлении внутренних дел. Проблемные точки момента все знают. В целом взаимодействие у нас наложено. Новая выставка в музее-заповеднике Горки-Ленинские. Наш посетитель может в спокойной обстановке надеть очки или не надевать. И вот посмотреть, какие документы на ту или иную тему мы нашли. Клуб веселых и находчивых в Развилковской школе. Сам формат КВН позволяет раскрыться и нам, и показать себя период учениками, наверное, с неожиданно немного стороны. В Управлении внутренних дел по Ленинскому району состоялось ежегодное итоговое расширенное оперативное совещание. Стражи порядка собрались, чтобы подвести служебные итоги года, отметить особо отличившихся, а также в торжественной обстановке поздравить некоторых своих коллег с повышением по службе. Совещание началось с приветственного слова главы Ленинского района Валерия Венцеля, который поблагодарил оперативников за добросовестную службу. На территории нашего муниципалитета по итогам 2018 года сложилась достаточно устойчивая динамика по сокращению правонарушений, за что еще раз хочу всех вас поблагодарить и выразить такую надежду о том, что в этом году, в 2019-м, мы также совместными усилиями обеспечиваем правопорядок на территории нашего муниципалитета. Глава района сообщил, что в 2018 году для стражей порядка было выделено 11 квартир, и такую традицию планируется продолжить и в нынешнем году. Затем состоялось вручение почетных грамот и памятных подарков особо отличившимся на службе сотрудникам. После торжественной части перешли к подведению итогов. В отчетном периоде на территории обслуживания управления на 32,9% снизилось количество зарегистрированных сообщений о преступлениях. Их количество составило 1677. Снижение по области составило 4,8%. Количество совершенных преступлений предварительной следствии, по которым обязательно снизилось на 38,4%. Количество тяжких, особо тяжких преступлений снизилось на 25,6%. В целом, по сравнению с 2017 годом, количество преступлений в 2018 году снизилось почти по всем направлениям. Было совершено меньше краж, убийств, разбойных нападений и грабежей, преступлений экономической направленности, а также связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В то же время возросло количество преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений, а также совершенных приезжими несовершеннолетними, ранее судимыми и людьми в состоянии алкогольного опьянения. Выступающие также отметили невысокий процент раскрытия по сравнению с общообластными показателями. Проблемные точки момента все знают. В целом, взаимодействие у нас наложено, работа идет. Я думаю, что этот год должен пройти по показателям намного лучше, чем предыдущий. И для этого все есть. Наибольшее количество преступлений в 2018 году было зарегистрировано на территории Видновского отдела полиции. Участковыми было раскрыто 233 преступления, что на 53% больше, чем в предыдущем году. На заседании стражи порядка выделили приоритетные направления работы на 2019 год, среди которых особо отметили борьбу с коррупцией, экстремизмом, мошенничеством и административными правонарушениями, а также профилактическую работу с несовершеннолетними. В музее и заповеднике Горки-Ленинске открылась новая экспозиция под названием «Они охраняли Ленина». Уже из него понятно, что посвящена она становлению службы охраны руководства советского государства. Одной из первых на выставке побывала наша съемочная группа с уникальными документами и фотографиями познакомился Максим Козлов. Шинель на крючке, стол, стул, телефонный аппарат. Примерно так выглядел 100 лет назад типичный пост охраны в Кремле. Автор выставки Светлана Генералова рассказывает, с чего начиналась охрана первых лиц государства. Входы в приемную председательство наркома, то есть Владимир Ильича Ленина, поставили двухчасовых. Он для них написал инструкцию сам. Она достаточно примитивная, вот она здесь. Не пропускать никого, кроме народных комиссаров. Главным элементом оформления выставки, помимо фотографий часовых в полный рост, стали двери. Здесь они и символ защиты от посторонних глаз, и важная деталь обстановки. Большой, длинный коридор, кремлевский коридор власти, да, и мы их можем условно назвать. А с другой стороны идут комнаты, залы, заседания, кабинеты, приемные. Представляете, там какое количество было дверей. И вот эти двери, они у нас там и построены. Это сейчас при слове «пост» невольно думаешь о социальных сетях. А больше ста лет назад это был последний рубеж защиты руководства страны. Это продолжение выставки. Мы всегда говорили, что это прихожая квартиры Ульяновых, но теперь мы говорим, что это «пост-27». Один из самых ответственных. Часть интересных документов не вошла в экспозицию, тем не менее, с ними можно познакомиться самостоятельно и почувствовать себя настоящим историком, листая папки с пожелтевшими страницами. Точно такие же, в общем-то, используемся и в Кремле. Это старые скрасшиватели. И каждая папка, вот она как дело. Наш посетитель может в спокойной обстановке надеть там очки или не надевать. И вот посмотреть, какие документы на ту или иную тему мы нашли. Приказы, сметы, доклады, записки и рапорты. Через эти строчки открывается неофициальная, бытовая и человеческая жизнь кремлевской охраны. На что жаловался комендант Кремля Павел Мальков? На свою тяжелую жизнь. Как много на нем сконцентрировано задач. И как тяжело ему их выполнять. Что лучше он на фронт пойдет, чем будет комендантом Кремля. Документы и фотографии были собраны в Государственном военном архиве и Российском государственном архиве политической истории, который стал сорганизатором выставки. Наверное, с января в архивах я начала работать 2018 года. И вот только в ноябре, наверное, я эту работу закончила. Экспозиция будет работать в течение полугода в музее, кабинет и квартира Ленина в Кремле. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. КВН – аббревиатура, знакомая россиянам всех возрастов. Это юмористическое соревнование, в котором в свое время приняли участие миллионы студентов нашей страны. Впервые в развилковской школе ребята старших классов смогли сразиться в веселых состязаниях со своими старшими наставниками – учителями. О том, кто победил, расскажет наш корреспондент Анастасия Воронина. Каждый Новый год в развилковской школе отмечают по-разному. Предложений было много и в этот раз, но праздник решили провести в форме всем известной игры КВН, в которую приняли участие ребята старших классов. Мы стоим на дороге увеличения количества традиций. Я думаю, что в следующий Новый год этот будет еще какая-нибудь новая идея. На самом деле, сегодняшний праздник готовили исключительно дети. То есть, все, что вы сегодня успели увидеть, это все от технической части до костюмов, покрытая тайной историей. Школьники очень ответственно подошли к подготовке праздника. Все свободное время от учебы они потратили на поиск необходимых костюмов, интересных идей и, конечно, на репетиции. Подготовка проходила несколькими путями. То есть, идеи у нас были и свои. Некоторые мы, так сказать, взаимодействовали у других ребят, которые, ну, вы знаете, профессиональные КВН. Репетиции были очень долгие. То есть, каждый старался как только мог. А у Владислава Сысоева, как и у многих его одноклассников, не рассмотревшись телевизионную передачу, в которой выступают участники клуба «Веселых и находчивых», есть свои кумиры. У них и стоит учиться, считает Влад. Ну, Харламов прикольный парень. Почему нет? Батруха нормально пойдет. Что еще? Ну, в принципе, эти двое. Вот у них как раз-таки дуэт. Хорошие парни. Вдохновение у них беру. Сценки креативно все делают. Сюрпризом для всех стало участие старших наставников, учителей, которые своими юмористическими сценками рассмешили весь зал, а их костюмы произвели фурор. Сам формат КВН позволяет раскрыться и нам, и показать себя перед учениками, наверное, с неожиданно немного стороны, что мы не только в роли учителей, там, строгих наставников можем уступать, источников знаний, но еще и веселиться умеем. С песнями, танцами и шутками время пролетело незаметно. Все конкурсы остались позади, но приятные сюрпризы на этом не закончились. Директор школы Ольга Семенова подготовила свой музыкальный подарок. Погали, баба, шмачка, за стуком на пол. Но по итогам всех конкурсов самые веселые и находчивые стала команда учителей. Во время рождественских каникул жители муниципалитета могли получить заряд бодрости и хорошего настроения во время лыжных гонок, которые проводятся в эти дни вот уже 10 лет. Для всех любителей зимних видов спорта доброй традицией стало проводить лыжные гонки в Березовой роще у стадиона «Металлург» во время рождественских праздников. Больше ста лыжников приняли участие в соревнованиях. Цели мы преследуем, как здоровый образ жизни, занятие спортом. Она у нас традиционная именно в Рождество, чтобы люди вышли, покатались, посоревновались. Вот, в общем, скорее всего, посыл тут такой, не выигрыш, а участие. Участники были разбиты на возрастные группы и выходили на старт поочередно. Каждому возрасту соответствовала своя дистанция – от 500 метров до 5 километров. Вчера весь вечер подготавливала лыжи с маской. Есть тоже немного неуверенности перед тем, что не смогу первым прийти хотя бы. Валентина Толстогузова – самая опытная участница гонок. Лыжами занимается всю жизнь. Вот и на этот раз, не задумываясь, вышла на лыжню. Показать себя еще раз, на что я способна прочувствовать. Стоит отметить, что соревновались в Березовой роще не только спортсмены из Ленинского района, но и гости муниципалитета. Дистанция отличная, подготовленная, и спуски, и подъемы небольшие. Их несколько. Я на эту дистанцию первый раз, меня знакомый пригласил. В принципе, это маленькая дистанция. Мы вообще катаемся по 15, по 30 километров. Ну, в общем, советую всем выходить как можно чаще на старт, заниматься лыжами. По итогам соревнований победители и призеры получили медали и грамоты. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. А в продолжении темы наш корреспондент Юлия Пагасьян выяснила у жителей города Видное, как они проводят свободное время на свежем воздухе. Активный или пассивный отдых они выбирают? Узнаем в рубрике «Видновчане об этом». Кто-то катается на лыжах, и выбор – это неплохое, ведь в эту зиму выпало достаточное количество снега. Также можно выбрать ледянки, тюбинги, санки. Но все же, какой досуг является наиболее популярным у жителей Ленинского района? И как они будут проводить грядущие выходные? Узнаем прямо сейчас. Гуляем на горках и на лыжах, и в лес ходим, и на тюбингах. В общем, такие снежные забавы. В основном с ребенком гуляем, да. Ну вот, ребенок катается, мы просто воздухом дышим. Может быть, лыжи или санки? Санки, да, вот, катаемся. В парк ходим, отдыхаем. По-разному. На санках катаемся. Гуляем, вот, катаемся на горках. Ну, все пока. Потому что сейчас одна маленькая, вторая чуть побольше. Пока так. А потом пойдем на лыжах. С детьми гулять, развлекаться. Праздники рождественские. Ну вот. Главное, чтобы детям было весело. На коньки катаемся. Я люблю кататься очень на коньках и катаюсь на лыжах с родителями. На даче. А что на даче делаете? Отдыхаем. Мы ходим в лес с собакой. У нас есть такой друг наш, семейный нордик. Прекрасно приводим время. Ну и вообще, как можно больше находиться, стараемся на свежем воздухе. Ну, если не сильные морозы. Как анекдот есть, да, там мальчик говорит отцу, больше я с тобой никогда не пойду на санках кататься. Давай вези, вези. Какой бы досуг вы не выбрали, в Ленинском районе развлечение найдется на любой вкус. Главное, чтобы было настроение. А поднять нам его поможет грядущий праздник. Мы поздравляем всех с наступающим Старым Новым Годом и желаем хорошо провести выходные. И о погоде. В субботу ожидается небольшой снег, днем минус 9, ночью минус 12. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова